Не брать, не брать. Последняя тренировка перед выездом. Тренер Ольга Матвеева. Группу адаптивного плавания она ведет около пяти лет. Окончила Уральскую академию физической культуры, затем специальные курсы в Краснодаре. Необходимо знать массу нюансов. К каждому, кто приходит, требуется индивидуальный подход. В группе занимаются 16 юных анапчан. Трое из них отправятся на краевую спартакиаду. Сегодня упор делается на технику. Перед соревнованиями за несколько дней мы, наоборот, снижаем нагрузку и акцент делаем на старты, на провороты и на прохождение дистанции, чтобы меньше было ошибок. Ребята готовы. У них дистанции будут проходить те, которые много раз проходили на тренировке. Надеемся привести призовые места. Дмитрий Нестеров из города Лесной в Свердловской области. Плаванием занимается 7 лет. Два из них в Виктории. В группу пришел со вторым юношеским разрядом. Сейчас у него второй взрослый. Год назад дебютировал на чемпионате страны. Занял 16 место. Но считает, что это далеко не предел и намерен вновь побороться за путевку. В группе еще два разрядника с третьим юношеским. По словам тренера, есть вероятность, что по итогам соревнований появится еще один. А команда вернется с трофеями. Уровень анапчан специалисты оценивают достаточно высоко. Воспитанница Виктории Анастасия Шевченко в юношеской сборной России. Сегодня желающих заниматься адаптивным плаванием значительно больше, чем мест. Спортивные школы работают над тем, чтобы увеличить их число в 2-3 раза, расширив группу до отделения. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.